друзья добрейшего вам утро 24 на 4 августа сегодня продолжаем наш путь поселок лапина дзенцовский район московской области переночевали тут поле подсолнухов прям в красной горке что сегодня у нас все традиционно сейчас заедем заправимся до полных баков заедем там же все канистры саду зальем ну его знает глаз потом партия прайк а вдруг на севера а вдруг на д.в. или на сибирь надо чтобы запасы данной гадости у нас были с собой поэтому полные канистры сейчас зальем в общей сложности еще наверно 20 . в бачок в отблю влезет наверно у нас там канистр 12 13 сейчас мы там оккупируем надолго ну и на выгрузку надо сегодня задача у нас грузится мы посмотрим если ярцево заедем если на шиномонтаже колейки нет за этим сделаем рядок потому что резину жрет балансировать колеса надо было еще и разворачивать 15-20 назад если все так оставить и бросить на самотек то мы останемся без резины передней уже еще тысячи через 15-20 левое переднее колесо можно будет выбрасывать на мусор как-то не очень хочется этого делать поэтому посмотрим но если там будет коллега конечно стоять ждать не буду времени нет когда уже после выгрузки будем какой-то шиномонтаж искать в общем вот план такой на сегодня дойти до выгрузки разгрузиться постараться решить вопрос переднюю осенью если отбалансировать развернуть левое колесо это съеденное спрятать внутрь то возможно оно еще походит не факт но возможно приедем я покажу колесо его состояние сейчас на заправку приедем главное не забыть первый пункт остановки у нас заправка погнали пункт 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 отблю уже залил 280 литров получилось 13 канистры 20 внутрь а вот что за колесо я говорю видите получается вот эту всю дорожку ее просто тупо сожрала тут зазор между ними ну миллиметра 4 наверно с этой стороны почти новое колесо но не почти новое только лесу 200 тысяч как кстати и тому 2 ну это вообще хорошее здесь просто с двух сторон вот выедает чуть-чуть выедает пока но это не страшно здесь еще лучше колесо выглядит чем то это только отбалансировать надо оно стояло справа на 150 тысяч я их перекидывал и балансировал вот это стояло слева наоборот вот это стояло справа здесь износ больше чем на том его переставили сюда и вот видите что пошло это надо было делать намного намного раньше оно сразу колеса как новое ставишь так они ну их и не видно ничего там тысяч до 150 вообще как будто износа потом за колесами надо следить иначе они не выходят свое вот это надо вот развернуть вот это спрятать внутрь оно не направленное ничего поэтому без разницы ну и отбалансировать соответственно сейчас зальем полные баки и все отболезалито гирпеки нету в этот раз спят все выходные здесь катастрофа так что я могу здесь вот сюда мне направо вот этот забор поставить вот сюда вот сюда вот сюда и хорошо потому что здесь людей не было вот вот и пусто сколько в течение часа даже может и быстрее это возможно затем через 110 метров поверните на право заездик тут конечно тоже оставляет желательно лучше надо сделать и потом будем смотреть дальше что будет с ними происходить с этими колесами вернее с этим колесом ну и справа тоже на следующем 20 минут 11 плещу какую поднял сзади маленькая решил заняться да сейчас пойдем спросим у я сказали что ненадолго сейчас они подымут посмотрим подождем уже в общем все процесс идет колесо сняли сейчас вот это развернем которая хреновая балансируем потом вверх и правая и дальше поедем парняка подбивает если у нас деньги на дорожной сети и не есть за 40 минут мы управились развернули отбалансировали сейчас будем смотреть как она дальше себя вести ровно 11 маршрут рассчитывается у рассчитывать целый час просто на следующем повороте на право целый час просто сторону москал как она себя поведет дальше еще на уговоришь заезжали в куркан что-то уже шкур не оболтаются сейчас сказать что на мать этого посмотрели если там действительно болтаются . еще поменять корня причина такого износа может быть и в них веса не болтаются однозначно в них что 312 за отсюда нам до точки потратился немножко суетово цифризом жал в трот запас потому что этот хреновенький он уже скоро ему кобздец уже могут где-нибудь и не затаможить даже быстро сгибет услышали трос манументр надо что был потому что куда-то наш ушел как дети в школу ну вот сейчас вот так как бы выглядит с колесиком нормально антифриз надо долиться автономку делали кстати так и не сделали автономка тоже не работает нужно будет заезжать опять смотрели что видно немножко утекло надо долить и все так что слегка потратили деньжат ешкин кот даже сколько он у него нагрузил то заднее колесо почти пустое в этот газел чуть едет у него просто колесо спустило такое ощущение что у него просто много загружено груз пошел свернул заправку может поехал что делать может корресора лопнуло или еще что-нибудь ну а мы вязьму уже прошли 203 сейчас проезжал недавно там видел пару магнумов стояли на заправки с которыми тоже грузился видно туда же пацаны валят там сами же видели сколько машин грузилась колейка не собралась на узкую такая же какая была на загрузке на стройке там вряд ли там какой погрузчик кран на стройке там вряд ли там какой погрузчик кран да уж широкие парни джинтики джинтики а нет широкие но не тяжелые отсюда по весам с сопровождением ну правильно такая шлема ни хрена зеркала не видит джинтики 12 тонн не тяжелый а два на одну не загрузишь бесплатная мойка стекол нарисовалась и решил пройти дождик сейчас уже смоленская закончится гагарин прошли 150 на место время без 22 если в пробках не встрянем то по идее к четырем должны прибыть что у нас ищет потом говорит что деньгите покончились значок денежки красно светом закарился может глюк а может и правда тормознемся на этой где-нибудь здесь так нефти на этот вопрос выяснить иначе может быть просто не очень хорошо не работает или что там заезд оттуда написал мне пока чуть не ответили обычно если он красненьким загорается это значит еще километров на сто денежки есть сюда заехать блин тут такие ямой их надо было там раньше стать прицеп пополам переломаешь по таким ямам на следующем повороте налево на следующем повороте налево сейчас уточним пускай скажут что там с ним надо подождать а то сейчас какую-нибудь рамку проедешь потом начнется деньги давай ау минуту постоял и все и загорелась зеленым глюк какой-то туда нибудь за время терять поехали все видите все зелененькая 5 бывает такое с ним остановиться надо и тогда он одупляется мы уже заехали в московскую гувернию за меня пропускается хорошо поехали туда их было десять тысяч мемориал какой-то погибшим что у нас за номера такие не могу понять ирландские на себе тикачей а и и это наверное не ирландия ирак какой-нибудь не сдается не могу его обогнать 90 все ну не иран у иранцев они обычно дублируются еще там на своем иероглифы а это вообще как будто на ирак похож а может и иранские без дубляжа но не ирландии ирландия ирл а это ирл а это ир иран да и машинка такая подгулявшая что он заблудился здесь в этих краях в этих краях я не просто не каждый раз еду и каждый раз поражается этому грандиозному сооружению посмотрите только какой храм а ночью как светится между прочим в парке тут я смотрю машин того на стоянке стоит и автобусы значит есть движение тут люди смотрят а это все наша кубинская стройка продолжается где уже близко к завершению где еще далеко до близко к завершению но когда заделают уже все будет полетать летать летать а нам отсюда 35 время 10 минут 4 пока твой тву все это по графику только рожок опять пока 100 елки-палки 6 берет то вот сначала горит потом гаснет тупо тухнет тупо гаснет надо будет сейчас на выгрузке посмотреть чудом снимут лампочку поменять а здесь международный военно-технический форум проходит армия 2021 вот как это понятно чего там только людей ого там все забито теперь ясно так процесс переначивает самое интересное для начала мы сейчас сваливаем сам один и уходим на платный участок туда, который в сторону Ленинград-Керезер Машка кричит, что нам заезжать оттуда надо наша лапина держитесь, справедливо здесь нужно чуть-чуть проехать и потом опять свалим уже в сторону 6 километров может так-то и по-другому можно было фигурно наша электронная помощница крышит сюда поехали доверимся хотя сколько раз уже доверялся ну а я чуть зенит на автодоре у нас денежка есть тысячу лет уже здесь не ездил по этой платке не доезжая может километром 10 вот отсюда не доезжая может километром 10 вот отсюда большую-большую платежку строят уже наверное это вот кусок сделают платным он они ведь уже и все г Тут хорошо, что в Сенте не пробок тебе ничего, это нам казнь. Карты, наличные, полоса для транспондеров. Главное, транспондер надо. Вы превышаете допустимую скорость. Только по транспондеру. Хорошо. Работает хоть? Да. А сколько сотрали, хрен его знает, что-то не пишет. Там куча цен. Разное время, разная цена. Главное, чтобы здесь съезд был. Думашка может сказать, что он есть. Через один километр съедите с автомагистра. Да нет, я вам что-то там. Есть какой-то. И отсюда еще 7 километров. Спасибо. Ну смотри, машинчик, не подведи. Здесь я точно еще ни разу не езжу. Здесь все было направо. Поверните налево на дороге с круговым движением. Съедьте, используя третий съезд. Тут нужно было, наверное, и через Затинцово проехать. А сейчас за Затинцово, вроде как нельзя грузовикам. Короче, ладно, едем. Пока сюда. На шесть, направо. Доброе. Прогите, 2,2 километра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Займемся пока тут кофеечек, туда-сюда. 4 часа нормально. А, ну можно пальцы ремни развязать пока. Прижмемся как с краешку. Ну, в общем-то, все хорошо. Главное, что мы приехали, главное, что нас выгрузят. И мы спокойно поедем в Дома-Дедова на скане. Субтитры сделал DimaTorzok